Ну что, мальчишки и девчонки, с первого мая вас, с праздником, был такой, помните? А кое-где есть и сейчас. Вот во Вьетнаме он есть, в России он есть, в Украине он есть. Ну где-то еще есть наверняка, да много где. Хороший праздник, весенний, теплый, детский, точнее из детства. А я иду вниз, к морю, намочить ноги, попить кофе, покурить, позалипать, почитать, в общем часик там потусоваться и вернуться обратно. А вот видите, дядька там стоит, в шлябе. Это охранник, охраняет вот эти вот бетонные плиты и прочую всякую херню, которая там за ними. Там куча песка и щебня. Вот он их и охраняет, наверное. Хотя хер его знает, что на самом деле происходит. А тут этих блоков дофига. Так. У нас ночью шел дождь. Много дождя шло ночью. Вот и сейчас, ну на небе облачно, но солнце светит. Вот видите, тут всякая стройка. Да. Так вот о чем вещь я? Первое мая. Ну, я-то помню, как мы в детстве с октябряскими звездочками, да пионерскими галстучками ходили на демонстрации. Точнее, как мы это делали со звездочками, я не помню. А вот как с галстуками, а потом с комсомольскими значками это делали. Это я помню. Не все и местами, но отчетливо. Потому что на 1 мая, пожалуй, приходятся первые осмысленные пьянки в этой жизни. Когда мы собирались всем классом, шли, славили 1 мая. А потом в тесном кругу, в подбугове и все-ка, был такой первый опыт коллективных пьянок. Да. Ну, как у всех, наверное, людей моего поколения. Вот. Так, ну все. Шлепаю я вниз. Вот почему я не хочу ходить по этой дороге, не люблю точнее. Видите, тут постоянная движуха. Постоянный шум. Постоянный запах загоревшего бензина. В общем-то, хотя тут ходить приятнее, конечно. Тут не гравий, как с той стороны, а где-то даже местами бетон. Но вот из-за этих вот машин, которые едут слева, ходить тут не очень. Так, что еще? Да все. Сегодня тут суббота. До кучи 1 мая. До кучи День Победы был вчера у них. Они празднуют то, что они наваляли американцам, южанам. И слепили из того, что было, социалистическую республику Вьетнам. Вот. А если бы не слепили, были бы сейчас как Корея. Ну не северная, конечно, а южная. Скорее всего, были бы сейчас как Корея или Малайзия. Или даже местами как Таиланд. То есть, очень даже были бы вьетнамцы продвинутые в плане цивилизованности и промышленности. Ну а пока, на фоне того, что я перечислил, они, конечно, аутсайдеры. Хотя, хотя все тут очень неплохо. Особенно, если брать по сравнению с Россией. Вот ей-богу, по сравнению с нами они живут очень хорошо. Так что, если выбирать, где жить, даже невзирая на то, что здесь нет снега, нет морозов, нет зимы. Вот. Если выбирать, где жить, я бы выбрал здесь. Ну, я тот еще космополит. Как говорят, без чести, без Родины. Ну, насчет первого не уверен. Насчет второго тоже. Но, тем не менее, такая фраза бытует. Среди людей. Вот. И каким-то боком, наверное, я под нее подхожу. Как и любой другой. Ну, в общем, это было что? Это был мой пиздеж ни о чем. Пока я иду вниз. На этом, наверное, все. Местное время у нас тут ближе к четырем часам. Где-то без двадцати, наверное, четыре. Ветер есть маленький. Немножечко душно, немножечко жарко. Ну, во всем остальном, как было и вчера, и позавчера. Все. Если вы досмотрели до этого момента, то можете летозреть мою перекошенную физиономию. А я пошел дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...